здравствуйте привет привет can you hear me if you can hear me you can press fire below the screen вы можете нажать на огонь здесь привет о you can write me in the chat so i can understand can you hear me on all привет 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 аня привет я привет али привет али здравствуйте так как дела как дела здравствуйте джозеф здравствуйте сара привет как дела как дела Все хорошо, все отлично. Так, привет, Сара, добрый день, здравствуйте. Добрый день, привет, Сара. Так, ну, хорошо, да? Джозеф, отлично, отлично, дела отлично. Привет, Эдриан, привет, добрый день, здравствуйте. Меня зовут Елена, my name is Елена. Приятно познакомиться, очень приятно. Nice to meet you. Я очень рада. I'm very happy to see you. Хорошо, я учитель русского языка, да, и я работаю в Едука school. I'm a teacher of Russian, I work in Едука. Так, вот еще вот эта Адрия. Привет, 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 добрый день, очень рада, очень приятно. Почему я люблю мою работу? Потому что я разговариваю каждый день с новыми людьми. Я могу изучать мой язык и мою культуру каждый день и узнавать новое. I can learn more about my own culture, my own language. И еще русский язык очень интересный. Изучать его очень-очень весело. Russian is fun. And why are you interested in Russian language? Can you tell me? Can you write me? Почему вы изучаете русский язык? Почему вы думаете это интересно? Напишите мне, пожалуйста, да, почему? Why? Why are you interested? I can see your answers. Почему вы изучаете русский? Джозеф, я хочу читать русскую литературу. Отлично. I want to read Russian literature. Так, кто еще? Почему? Who else? Так, Али. Because I like Russian people. Потому что мне нравятся русские люди. Так, Энди. Я учусь в России. Так, because I study in Russia. Так, Эдриан. Потому что я поеду учиться в Россию, когда смогу. I will study in Russia when it will be possible, да? When the virus is over, окей. Эдриан, звучит очень красиво. Very beautiful. It sounds very beautiful. Отлично. Хорошо. Так, окей, окей. И today we are going to learn something about Russian language. Ага, Сара. Мой муж русский. Ага. Your husband is Russian. So you want to speak his language. Мой муж. My husband is Russian. Мой муж русский. Мой муж русский. Therefore, поэтому я хочу говорить по-русски. Мой муж русский. Угу. Так. Хорошо. So. About our plan today. Ага. У Ани папа русский. Ага. Поэтому Аня, Анна. Русское имя. Угу. Интересно. Так. Ну хорошо. Значит, русский язык это интересно. Можно учиться и работать в России. Может быть, у вас есть русский муж, или русский папа, или может быть, any other relative. So. Many, many different reasons to learn Russian. Да? Окей. So. Our plan today. Наш план сегодня. Что мы делаем? What we are going to learn? What we are going to do? First of all. Да? Один. We are going to understand how to identify a Russian verb in the text. Мы будем учиться узнавать глагол в тексте. Да? Is it a verb or it's not a verb? How to understand? Два. True. We are going to learn how to say I love you in Russian. Very useful. Очень полезно. Три. Our main topic today. Главная тема сегодня. Это русский сленг. Russian slang verbs. Да? How to use Russian slang verbs. Мы будем делать маленькое задание. We are going to do a little exercise with these new slang verbs. And finally, 5. We are going to decide. Is Russian language difficult to learn? Or actually, it's not so difficult. Okay. Okay. Готовы? Are you ready? Готовы? А? Готовы? Да. Да. Okay. Yeah. Хорошо. Тогда. Поехали. Let's go. Поехали. Готовы. Поехали. Хорошо. Так. But, first of all, maybe you have some questions to me. I forgot to ask you about your questions. So, feel free to write me your questions. Do you have any? Так. Maybe later. So, if you have some questions during our meeting, feel free to ask me. I'm here. Пока нет. Пока нет. Так. If you have some, спрашивайте. Итак. Russian verbs. So, there is a list of Russian verbs here. Делать. To do. Читать. To read. Изучать. To learn something. Говорить. To speak. И любить. И любить. To love. How do you think? What these words have in common? Да? What there is in common? Actually, each one has T in the end. Yes. T. So, it's suffix for infinitive. So, if we see T, we understand immediately that actually it's a verb. So, it's infinitive of verb. For example, любить. In Russian language, we conjugate verbs. We have. Я. You. Ты. Он. He. Она. She. Оно. Ит. Мы. 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 Вы. Plural. Or polite. For example, you can say you to a group of people or to some, I don't know, senior. For example, boss, your boss, your teacher. Вы и они, they. And each pronoun is followed by a special form of the verb. For example, я люблю тебя. Я люблю тебя. I love you. Я люблю тебя. А ты любишь меня? And you love me. So, this is я, я люблю, and ты. So, you now have some idea about conjugation. And Russian people, they actually really, really like to use English and to borrow English words and make them Russian words. Русские очень любят заимствовать, брать английские слова, переделывать их и использовать их как русские. Например, в русском языке есть слово фиксить. In Russian language, there is a verb фиксить. And we pronounce it like this. Фиксить. Фиксить. So, I have some options here. What it means, фиксить? To send fax, to fix something, or to feed foxes. How do you think? Как вы думаете? Что это значит? Фиксить. Что это значит? What it means? Ага. Of course, да. Фикс, fix, да. To fix something. We just take the verb fix, and we add our Russian ending. And we get a new verb. Fix, tits. Энди, правильно? Энди знает синоним. Чинить. Чинить. Да. Чинить. To repair. To fix. Да. Или да. Чинить. Значит, я люблю фиксить компьютер. Это я люблю чинить компьютер. Да. Я люблю чинить компьютер. Угу. Так. Так, в умах. Угу. Ага. Хорошо. Так. Пожалуйста. Try to make some phrase with this fix it. with this verb. And send it to the chat. Попробуйте написать фразу этим словом and send it и отправить в чат. Как использовать ваш пример? Ага. Like, ваша фраза. Can you make a phrase with this verb? Can you try to use it? Попробуйте использовать и написать фразу. Так. And when you are doing it, we move on to a next verb. А мы двигаемся к следующему глаголу. Это Чилить. Чилить. Ага. Так. And Joseph did the task. Я никогда не могу фиксить телевизор. Угу. Да. Правильно. То есть я не умею. Да. Я не могу. Я не умею. I'm not able to fix it телевизор. Fix it телевизор. Правильно. Хорошая фраза. А фиксировать, Энди, фиксировать, это значит to make something stable. Например, я фиксирую телефон. For example, I have some, I don't know. For example, я фиксирую компьютер на столе. Я хочу, чтобы компьютер стоял на столе и не падал. Да? So, I make my computer stable. Like, это я фиксирую. А я люблю фиксить компьютер, значит, я люблю чинить компьютер. That's the difference. Так, Аня, мне надо фиксить мой телефон. Угу. Тоже, да. Мне надо чинить телефон. Мне надо фиксить. Эдрия, мне надо фиксить холодильник. Тоже. Угу. Так, хорошо. Хорошо. Так, фиксить, поняли. Следующее. Chillic. Chillic. И постить. Например, ты любишь chillic? И постить фото в Инстаграм. Как вы думаете, что это значит? What it means? Chillic. И постить. What it can mean? Chillic. Postic. How to translate it? Как перевести это? Или какой синоним может быть? Chill. Как? Chillic. You know the word chill in English. To take a selfie? Нет. Chilling and posting. Да, Эдриан, правильно. Chill. Это to chill. Like to relax. Отдыхать. Отдыхать. Угу. Да. Он chillit на пляже. He is relaxing. He is chilling on the beach. Угу. Да. А постить это? To post. To post pictures on your social media. Да. On Instagram, on Facebook. Like to post. Да. Ты любишь отдыхать. И there is a neutral synonym. Выкладывать. Imperfect. Выложить. Что? И куда? Например, я люблю выкладывать фото в Instagram. Я люблю выкладывать фото или я люблю постить фото. Синонимы. Да. Угу. Хорошо. И здесь есть маленькое задание. Есть семь слов. There are seven verbs here. And explanations in English. So, your task is to link this Russian, Russian verbs with their English explanation. Can you try to do it? I give you some time. And send me like один and what letter and два what letter. М-hmm. Can you try to do it? And while, when you are doing it, I will pronounce it like correctly. Один. Шеймить. Шеймить. Так. Два. Так. So, okay. You are doing it. Okay. I will comment what you are writing to me. Because it's... Okay. Так. Энди. Семь. Д. Хейтить. Хейтить. To hate something. Somebody or something. Правильно. Да. Ага. Какой синоним? Как вы думаете? Хейтить. Хейтить. Какой синоним может быть? Ненавидеть. Ненавидеть. Правильно. Ненавидеть. Конечно. Хейтить. Это ненавидеть. Так. А. Эдриан. А. Это пять. Игнорить. Игнорить. To ignore somebody or something. Правильно. Да. И есть синоним. Это игнорировать. Игнорировать. Или не обращать внимание. Да. Это синонимы. Можно говорить. Игнорировать. Игнорировать also is borrowed from English. But it's already not a slang. Игнорировать it's a normal verb. А игнорить it's a slang. It's a small difference but still there is some details. So one slang while one not a slang. Так. Четыре. Гамот. В. Игнорировать. Нет. Гамот. Не в. Гамот. Это... Nobody did gamots. Ага. Эдди. To game on the computer. Правильно. Четыре. It's from game to game. Да. Гамот. Играть. Угу. Так. Хорошо. Так. Та-та-та-та-там. Два. Войсить. Г. Угу. Правильно. Войсить. Г. To send voice messages. Войсить. Да. To send vocals. И синоним отправлять голосовые сообщения. Отправлять голосовые сообщения. Да. To send voice messages. Отправлять голосовые сообщения. It's a very long phrase. It's a huge phrase. Отправлять голосовые сообщения. It's much more easier to just say войсить. And that is it. Так. Три. Три. Это. Три. Who did this? Три. Ага. Ж. Узать. To use something. Да. Валерия did. Узать. To use something. Правильно. Я. Юзаю. Компьютер. Чтобы говорить с вами. Да. Я использую компьютер, чтобы говорить с вами. Я юзаю компьютер. Узать. Использовать. Так. Гамот сказали. Игнорить сказали. Порсить. Порсить. Шесть. Это. 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 Нет. Не Б. Неправильно. Не Б. Форсить. Это. Да. Б. Это. Гамот. Четыре. Б. А. Форсить. Четыре. Это. Правильно. Форс. Да. To force. Угу. To force somebody to do something. Правильно. Да. Ага. Так. Семь. Сказали. Так. Окей. Хорошо. Значит. Скажите. Сейчас вы понимаете все слова. Да. Вы понимаете все слова. You understand all these verbs. Or you have some questions. Или у вас есть вопросы. Угу. Так. Все понимаете. Да. Так. Хорошо. Тогда давайте попробуем использовать эти фразы. Let's try to use these phrases. Can you choose one of these verbs? For example. Шеймить. And. А. Джозеф. У вас есть вопрос. Okay. I will answer in a minute. Okay. Так. Exercise first of all. So. Can you choose the verb? And make a simple phrase. Or not simple. With any verb you like. Okay. Так. И Джозеф. Какой вопрос? Какой вопрос? Напишите, пожалуйста. Так. Все and everybody are doing their sentences. Так. У Джозефа вопрос. Какой? Так. Так. Юзать. Использовать. Правильно. Только Использовать. Использовать. Да. Юзать. Использовать. Имперфект. Это юзать. И может быть, если чуть-чуть, немного поюзать. Да. Я немного поюзал телефон и пошел гулять. Например. Так. Эдриан написал фразу. Я гамин поздно ночью. Хорошо. Но. Гамать. It's a normal verb. From the first group. Да? From the group with ads. Like, читать. For example, how I conjugate these types of verbs. Я читаю. Да? Или я думаю. I think. Да? I read. I think. И тоже я гамаю. Аю. Да? So, conjugation like normal. Ага. Я гамаю поздно ночью. Угу. Поздно ночью. Так. Эдри. Нельзя шеймить кого-то. Ага. Отлично. Отлично. Молодец. И правда нельзя. Ага. Валерия. Я игнорила его звонки. Ага. Это правильно. Да. Я не обращала внимания на звонки. I ignored his messages. Угу. Отлично. Аня. Бабушка очень часто войсит. Только она войсит. Смотрите. Войсить. It means it's from the second group of verbs. So we conjugated like любить, говорить. Да? With it. Бабушка любит войсить. Да. А, вот. You did it correctly. Так. Молодец. Джозеф. Я хейчу, когда забываю мое домашнее задание. Хорошо. Но обычно слово хейтить мы используем, когда говорим о ком-то другом. То есть я, он, например, хейтит меня. Или я, или она хейтит этого актера. Почему? 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 These verbs are very, very new. So the conjugation is unstable. And some of them we use only in infinitive. For example, хейтить. Or in some particular, with some particular pronoun. For example, I heard many times when people used хейтить with он или она. Он хейтит актера. Или она хейтит этого человека. Но я, я, I never heard it. Because it's so new, it's so fresh verb. So we don't even have the whole conjugation system for it. For example, when you just wrote я хейтю, it's okay. But I never heard it before. So it's so new. And we even don't have я форм for it. Only он, она. Так. Энди. Мама почти каждый день мне войсит. Да, да. Это очень-очень very, very accurate. Да, очень-очень похоже, как мы говорим. Да, правильно. Хорошо, хорошо. So I think you got it, how to use it. Здесь есть весь список. That is the whole list of this new slang. Not slang. Also, we borrowed this word slang from English. That is the whole list of these verbs. Ага. Так. И, actually, in Russian language there are many-many words, which we borrowed from English. And they, these words are not obligatory, only verbs. For example, on this picture, it's not quite big, I think, but we can't understand what we have, which words we have on this picture. There are also nouns or adverbs, for example, crush, it's somebody who you like, да, like, he is my crush, да, I like him. It's a noun, 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 он мой crush, да, значит, мне он нравится, я люблю его, да. Ага. Или, например, кринж-о-во. Can you guess from which English words we did it? Кринж. 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 То есть очень странно. Очень странно. Например, каждый день постить по, я не знаю, 20 фото в Инстаграм, это очень кринжово. Кринж. I don't know. Очень странно. Очень кринжово. Так. Вот. Поэтому, как вы думаете, если в русском языке есть так много английских слов, русский язык это очень трудно или нормально? If there are so many English words in Russian language, if Russian is so difficult, really, or it's actually not so difficult, how do you think about Russian now? Can you tell me? Is Russian so difficult? It's fine, Adrian thinks. Окей, да, Adrian говорит, он нормальный. Так, кто еще что думает? Вот. Ага, так. Кто еще? Как думает? Who else? Так, хороший вопрос, Валерия говорит. Аня говорит, не так трудно. Да, очень много слов мы уже знаем. Да? You maybe even didn't start to learn Russian language, but you already know half of these words. Так. Али, it's not hard because it's similar to my language. Да, да. So, many, many common things. Да, да. Поэтому не бойтесь изучать русский язык. Он не очень трудный. Don't be afraid to learn Russian language. Not so difficult. Все всегда говорят, что русский один из самых трудных языков. Но, вы видите, это не совсем правда. Not really. True. True, but not true. Окей, depends. Зависит. Так, ну хорошо. Скажите, есть ли у вас вопросы сейчас? Так, если есть вопросы, спрашивайте. Я буду отвечать. If you have some questions, I will answer you now. Так. Do you have some questions? If no, you can say no. So, I understand you don't have. Nope. Ага, Андреон. Так, спасибо. Так, хорошо. Хорошо. Так, Энзи, так, тоже нет, тоже нет. И у Джозефа нет. А у Ани есть. Так, какой? What question? Какой? Так. Так. Аня, какой вопрос? Так. Так. What age? Я думаю, обычно это 10 лет и может быть 30 лет. But actually, slang can be different. Because for 10 years old, it's one slang. And for 30 years old, it's another slang. But all these verbs, which we did today, I think it's for 15 and 25. I don't know, I'm 27, I'm 27, I actually sometimes use some of this, but I didn't include myself in this group, in this age group. But something like that, so young people, young people, kids and young people. Maybe some more adult people too, but it's more rare. Так, Джозеф, slang только ты, не вы. What does it mean? What does it mean, Джозеф, can you explain? And Али also have a question? Okay, okay. What question? Сленг только ты, не вы. Actually, no. You can say вы шеймите других людей. Это плохо. Вы тоже можно. Да, только в информальной ситуации. Когда ты говоришь с президентом России, не говори, что вы шеймите. Да, это только для друзей, для чего-то. Так, Али, you said you have a question. What question? Какой вопрос? Так. Али, Али, you did me, you sent me here. I see, I see now. Али, you want to learn in Edukasku, right? So, about this, you can contact our manager, if you want, because after webinar, you all gonna get an email with all information, and you can ask the manager about everything you want. Yes, yes, Irina is the best. It's true. Okay, okay. Okay. So, Irina, she will answer everything about this topic. And, speaking about it, if you want to join our community in Edukasku, you will actually have a 20% discount after this webinar. So, all of you, if you don't study in Edukasku now, you can do it for less price now with this discount. So, it's like a bonus for you. And, Andy, say, is there any matters how to remember? Да, да. Yes, there are many different methods. For example, there are classic methods, like, I don't know, flashcards, or you can write it many times, or use associations. And there are also some more unusual methods when you use pictures, if your visual memory works better, there are pictures you can associate it with the word. So, it depends on your native language, first of all, on your type of memory, if it's visual, or if it's sound memory, what better fits you. So, but, actually, of course, there are many, many of them. Adrian, okay, okay, Adrian will write to Galina, to Irina, sorry, sorry. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, окей, окей, тогда спасибо большое. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. Спасибо большое за то, что слушали меня. И до встречи, да. See you. До встречи. Ага. Спасибо вам. Спасибо, Andy. Так. I will hope that you like it. Очень понравилось. Отлично, отлично. Very pleasant. Спасибо. Спасибо вам. Вы очень хорошие слушатели. Очень активно, хорошо работали. Так. Very, very good audience. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Так. Окей. Ah, there's one question. Еще есть? C1. Да, да. В школе есть курс ТРКИ. Да. И if you need to prepare for it, I think Irina can help you to find the teacher and, yes, and help you with your exam. So, feel free to ask Irina about this. Oh, Irina, she writes. Yes. Так. Ну хорошо. Хорошо. Тогда пока-пока. До свидания. Пока-пока.